Продолжение следует... Они могут все, органы местного самоуправления, но они не могут бороться с несправедливостью федеральных законов. Никак. Дороги в 2010 году нам передали, республика агентство передала. То же самое, через месяц приходит проверка, ничего себе, тут ямы, тут разметок нет, пешеходных переводов. Ребята, вы не занимаетесь дорогами. 30 лет дороги были у дорожного департамента, никто на это не обращал. Так, как только полномочия передали, все. Еще раз, они дороги принимали, они могли, в принципе, на условии отговаривать. Нас заставили принять, тогда не мешать с ним срок, и все. Они дорогу принимали, но... Расскажи, кто не спрашивал. Но почему-то город не принял эту дорогу без ремонта. Тем не менее, ряд решений суда, которые были и к дорожному агентству, сегодня в процессе реализации, то есть, сегодня ответчиком являемся не мы, а дорожный агентство республики Коми. Ну, в итоге получилось, как у нас всегда, не финансовые средства дали, а создали фонд. Василий Павлович, не спори, вы... И фонд, это такие условия созданы, что жить в деревне невозможно. У нас каждый дом, ремонтировать и не ремонтировать, каждый выгребную яму делать, не делать, решает в Москве. А для этого ездят целые делегации. Часто ли обращаетесь в Москву по этому дому? Нет, можно ли вопрос? Обращались, Василий Павлович. Вот вопрос, вы говорите, несправедливость федеральных законов, но я не могу понять, почему при одних и тех же федеральных законах, в одном у меня поселке один продавец суррогата, да, один, а в другом семь. Одни и те же федеральные законы и другие. Нет, подождите, я говорю про принципы. Скажите, пожалуйста, настрой властей на решение этих проблем, он важен? Очень важен. По проблемам жилищного коммунального хозяйства, мы, например, создали свою управляющую компанию в Зеленце. То есть ушли от районного центра, свои создали, чтобы была эта управляющая компания подконтрольно администрации поселения и гражданам на месте. Результат? Два предприятия у нас на данный момент, фактически получается, там четко прописано, во сколько раз повысились денежные вложения в жилищный фонд нашей управляющей компании. Власть хороша тогда, когда мы ее не замечаем. Два миллиона рублей, это бюджет поселения на целый год. Попробуйте что-то сделать. Скажите, пожалуйста, у вас есть возможность привлечь средства? По другим позициям ноль. Давайте, уважаемая Татьяна Алексеевна, возглавьте сельское поселение обзорное, посмотрим через год, что вы там делаете. Валерий Ильич, а у вас есть возможность привлекать денежные средства? 60 миллиардов рублей в бюджет республики. И смотрим по строчке. Валерий Ильич. Валерий Ильич, вы считаете, что от района муниципальной власти ничего не зависит? Ничего не зависит. Хороший пример есть в Максаковке. Они в прошлом году великолепную детскую площадку на несколько домов построили сами, но помогли материалами. Но я хочу сюда еще один вопрос. Давайте, Василий Павлович, я немножко вернусь. Это да, маленькие вопросы, но люди это конкретно видят. Я хотела вернуться вот все-таки к программам. Вы бы трех-четыре решили проблему жилья, было бы хорошо. Детские площадки это уже растительные. Хорошо, а я хочу добавить по программам. Сегодня, да, весь бюджет строится на программах. И если что-то мы хотим достичь, получить каких-то результатов, нужно действительно посмотреть, какие программы мы можем принять участие и получить дополнительное финансирование. В этом году дорожные фонды были открыты, мы главе поселения, я лично очень обрадовался, что наконец-то деньги пойдут на ремонт сельских дорог. Да куда там? Надо республиканские программы создавать. Давайте я приведу другой пример. Я буквально главам районов сейчас рассказывал. Есть транспортный налог, который 50% остается у районов. Почему эти деньги, у нас это 2,5 миллиона. Подождите, дайте договорю. Почему эти деньги вы не реализуете между сельским поселением? Вот у нас от 300 до 500 тысяч получают сельское поселение. Это можно? Это первое. Вот я хотел задать вопрос. Ваше поселение тоже представляет депутат районного уровня. Вот знаете, непонятно. Геннадий, вы большее слово даете, чем нам. Договорить Татьяна Истинова взяла его, но мы... Сегодня действительно, если 50% остается налогов, транспортного налога, почему через депутатский корпус, который представляет уровень района, не работать в этом области? Зачем вы народно дурачите? Татьяна Истинова, давайте так, я приведу простой пример. Значит, у администрации поселения у нас нет даже техники. Да? Ни машины, ни трактора. Давайте госсовет оставим без техники. Вы будете куда-то уезжать, решать свои проблемы? 2,5 миллиона. Начнем с этого. То есть нищие бюджеты, там одна коммуналка, значит, зарплата, там вот эти, влагоустройство. На содержание дорог, на противопожарную безопасность, на ГО, на ремонт жилья, вообще ноль, курам на смерть. Понимаете? Я знаю, что, республиканская программа, у нас население не работает. Я не знаю, как вот Павел Дмитриевич, который... 2 миллиона бюджет поселения. Вот мы за циклами с деньгами, вот очень много говорите, но ни один раз не слышала. Что бы вы решили привлеклить население, и где бы привлекли программы, значит, предложения. Одно из вопросов местозначения, вот как раз общественный порядок. Вы же не хотите сказать, что есть в публике. Пожалуйста, давайте слушайте друга. Люди нет, уже нет. А, уважаемые участники, в дискуссии, давайте на секунду сделаем как бы брейк, как говорят. Все в порядке. Одну секундочку. Но, я хотел бы сказать вот последнюю, с которой хотел бы найти у вас подтверждение или нет. Что ваше вот это желание все это сделать, очевидно, должно быть подтверждено или поддержано республиканскими властями при наличии здравого смысла в этих желаниях. Вот вы с этим согласны? Может быть мы под этим сможем поставить точки над и? Как вы считаете, что это совместная должна быть работа, как на местах, так и республиканская власть? Я считаю так, что надо работать все вместе, начиная от поселений и заканчивая депутатом Госдумы от республики Коми. Вы знаете, что, на мой взгляд, от позиции человека, который представляет район, очень зависит настроение людей, которые живут в том или ином районе. Чувствуют они, что это их родина, которая их может защитить, что там есть власть, что там хочется остаться жить в этом районе, что можно о нем рассказывать друзьям, приезжать к нам и дать. Вот от этого настроения очень многое зависит. Я бы очень хотел, чтобы это настроение было позитивным.